Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своей кухне! Сегодня я покажу вам так называемый рыбный ужин. Это ужин, который я готовлю чаще всего. И этот ужин стал для нас также новогодним в связи с тем, что мы не смогли заказать еду на вынос. Вообще, мы планировали 31 декабря поехать в Венецию, вернуться и иметь уже все готовое. Но организационные причины не позволили нам иметь новогодний стол. Поэтому мне пришлось готовить самой, импровизировать самой. Поэтому то, что мы купили и смогли купить в супермаркете, это на самом деле то, что было. Но, повторюсь, примерно таким является мой традиционный ужин, традиционная моя готовка. Итак, сегодня я буду готовить ромбо. Я думаю, что эта рыба очень похожа на камбулу. Не знаю, как она называется на русском языке. Это традиционное блюдо, которое предлагает практически любой рыбный ресторан в Италии. Оно очень популярное и оно очень вкусное. Для этого блюда нам понадобится непосредственно рыба. Ее можно купить на рынке в Италии, можно купить в супермаркете. Также понадобится картофель. В Италии картофель очень часто запекается вместе со шкуркой, поэтому я тоже мою картофель. Очень хорошо его сушу и потом просто режу на кусочки. Рыбу также я оставляю. Она немножко сушится после того, как я ее помыла. Помощники приходят и интересуются, когда же будет готов ужин. И пока рыба сохнет и с нее стекает вода, которую она набрала внутрь себя, рыба уже почищена непосредственно в супермаркете, стекает на поддон, на котором я буду готовить, я готовлю гребешки. Гребешки, к счастью, тоже можно почистить в супермаркете, точнее попросить, чтобы это сделали. Поэтому я их просто споласкиваю и выкладываю в моем случае на решетку, потому что накануне у меня разбился стеклянный противень. И лучше это делать в противень, потому что сок будет вытекать и капать, но за неимением противня у меня есть вот такая решетка. Меня тщательно контролируют. Ну а я продолжаю готовить. Для этого блюда нам понадобятся также панировочные сухари. Традиционно я не покупаю панировочные сухари в магазине, уже готовыми. Я готовлю их из того, что у меня имеется. Вы можете приготовить панировочные сухари, они будут гораздо-гораздо вкуснее. Из вот такой вариации на тему сухого хлеба. В Италии он очень популярен. Вы можете взять самые обычные кукурузные хлопья, либо вы можете взять засохший старый хлеб. Я много раз рассказывала, что его я также не выбрасываю. И потереть его на терке. Поверьте мне, сухой хлеб трется на терке очень и очень легко. Сегодня для панировочных сухарей я выбрала кукурузные хлопья, потому что в том числе будет есть Егор. У Егора аллергия непереносима из глютена, поэтому панировочные сухари будут приготовлены из кукурузных хлопьев. Для этого блюда нам потребуется также тертый твердый сыр. В моем случае и по классике рецепта это пармезан. Если у вас нет пармезана, вы его не нашли, возьмите любой твердый сыр. Если вы не нашли твердый сыр, поверьте мне, даже достаточно мягкий сыр в этом блюде будет очень и очень кстати. Натираем сыр, я тру на крупной терке, вы можете это сделать на мелкой терке, и перемешиваем с нашими готовыми панировочными сухарями. Готовы они из супермаркета, либо приготовленные нами не имеют значения. Перемешиваем, и у нас получается достаточно большое количество, достаточно большое количество вот такой очень вкусной массы. И мы распределяем ее непосредственно на гребешки. Можно накладывать руками, присыпать, можно использовать для удобства ложку. Это совершенно не имеет значения. По своему опыту скажу, что вот эта корочка, которая образуется, она и будет составлять одну из самых вкусных частей этого блюда. Поэтому сыпьте, не жалеем. Казалось бы, для такого количества гребешков у меня получилось очень много подобной смеси, но нет, она уйдет практически вся. И поверьте мне, чем ее больше, тем будет вкуснее. Присыпаем. По желанию можно добавить перец. Сверху нам понадобится добавить небольшое количество оливкового масла на каждый гребешок, на каждую раковину. Я использую вот такой трюк, который я подсмотрела у какого-то итальянского повара. Здесь в Италии очень часто кухни бывают открыты, и когда я хожу с детьми, показываю им, как готовится пицца, как готовится то или иное блюдо, я подсмотрела вот такой интересный трюк. Необходимо пальцем зажать непосредственно горлышко, из которого выливается масло, и как будто бы накапывать его. Таким образом у вас никогда не вылится слишком большое количество масла. Масла не добавляйте мало, потому что оно впитается в ваши панировочные сухари, из чего бы они ни были. И масла нужно достаточное количество на каждую раковину. По желанию можно добавить перец или любую другую специю. В Италии очень часто используется петрушка, петрушка замороженная. И все, наше блюдо готово. Мы отправляем его в духовку. Я буду запекать вместе со всеми остальными блюдами, потому что моя духовка позволяет это делать, возможно, и ваша тоже. Что ж, моя рыба достаточно подсохла, картофель также. Я нарезаю картофель, как вы видите, небольшими и немаленькими кусочками. Здесь на самом деле все по желанию. Кто-то любит очень запеченный картофель или пропеченный. Я, например, люблю слегка сыроватый и твердый картофель. Именно от этого будут зависеть размеры кусочков, на которые мы режем картофель. И выкладываем картофель. Кто-то, возможно, предпочитает картофель не сильно пропеченный, а скорее сваренный. Именно поэтому я часть картофеля чуть позже положу непосредственно под рыбу. Соответственно, он там сварится, а часть картофеля запечется. Все готово. Отправляем в духовку нашу рыбу и наш картофель. Но на самом деле здесь будет финальный штрих, о котором я скажу чуть позже. Следующее блюдо я также научилась готовить в Италии, но рецептура совершенно иная. Я ее упростила просто потому, что так любят мои дети. Я беру замороженный горошек и просто запекаю его с кусочками ветчины сверху. Но на самом деле можно просто запечь горошек. Я не солю его, не добавляю масла. Он получается очень вкусным гарниром сам по себе. Следующее блюдо – это мое ноу-хау. Даже не знаю, как я его придумала. Я просто режу достаточное количество хлеба. Хлеб нужно взять просто-напросто вкусный хлеб, который вам нравится. И потом я запекаю его, предварительно смочив небольшим количеством оливкового масла. Это может быть любое растительное масло. Запекаю вместе с моцареллой. Это мягкий сыр, но по опыту могу сказать, что вы сможете использовать любой сыр, который вам нравится, который у вас имеется. Я часто так и делаю, потому что бывает, что моцареллы нет, бывает, что с моцареллой никто не хочет. На самом деле, вот для таких а-ля брускет подойдет любой вид сыра. У меня не хватает противней, поэтому мне пришлось импровизировать. Я стелю фольгу непосредственно в духовку и выкладываю на фольгу непосредственно то, что я буду запекать. В данном случае это хлеб. И моцареллу я разделяю руками. Я не режу ее, как раньше. Этот трюк я также подсмотрела в какой-то открытой пиццерии, где пиццайола, точнее его помощник, именно таким образом разделял сыр. Это позволит вам действительно чувствовать, насколько большие кусочки вам нужны, либо насколько маленькими они получаются. И я уже выкладываю моцареллу, хотя, конечно же, это было бы удобнее сделать непосредственно на кухне, на противне. Но у меня, что называется, нет этой возможности сегодня. И я выкладываю уже непосредственно в духовке свою моцареллу, моцареллу, которую я приготовила. Вот таким образом выглядит уже рыба и гребешки, а также горошек и также мои брускетты, мои брускетты, которые я готовлю. Как только мои добытчики вернутся с прогулки, а также из супермаркета, я добавлю в картофель непосредственно рядом с рыбой, положу порезанные кусочками мелкие помидоры, маленькие помидоры и также оливки. Я не солила картофель и не солила рыбу, и оливки очень соленые. И это придаст некую соленость блюду, они отдадут часть своей соли картофелю, и все будет очень вкусно. И на самом деле это классическая рецептура добавлять в картофель, который готовится вместе с ромбом. Вот такое небольшое количество помидоров, которые дадут очень вкусный сок, а также небольшое количество оливок, либо каперсов. Каперсы никто у нас в семье не ест. Я совсем забыла, что у меня были также креветки. Креветки вообще мне некуда положить, у меня нет свободного противня и места для какой-то посуды. Придется их приготовить в собственном соку непосредственно в фольге. Выкладываю, заворачиваю все в фольгу и с краешку, с краешку где-нибудь придется мне найти место и для этого блюда. Ну что ж, мне осталось привести в порядок кухню после готовки, убрать остатки продуктов, которые мне не пригодились, дождаться вечером. И именно вечером обычно я готовлю, хотя вот такую заготовку делаю, возможно, даже с самого утра, как случилось сегодня, у меня была возможность и были силы, и было настроение. Отправляю все в духовку. Вы можете заметить, что горошек я заменила на рис и курицу. Я решила приготовить много и сразу. Горошек требует мало времени для приготовления, поэтому я поставлю в последний момент, когда уже, возможно, вытащу креветки. Выставляю режим, это просто режим духовки, который нагнетает общую температуру и выставляю температуру 200-240, в данном случае 245 градусов. Примерно через час-час двадцать, учитывая разнородность блюд, весь мой ужин будет готов. Желаю всем приятного аппетита, легкой готовки и хорошего настроения в новом году. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Продолжение следует...